Закон, конечно, еще злой, но сколько возможностей есть у каждого дома в части принятия решений. На Ледовом поле Дворца спорта юбилейный не хоккейные баталии, а жилищно-коммунальные. Несколько сот жителей Орска, среди которых немало местных активистов от ЖКХ, в очередной раз подвергают критике федеральный закон о капремонте. Главный довод против прежний. И так денег нет, а тут еще требуют. При мизерной зарплате и мизерной пенсии нет, простите, просто нет возможности выплачивать еще и грабительские по городу, которые найдутся. Поэтому неизвестно куда и неизвестно чей к вам. Впрочем, есть и те, кто призывают не митинговать, а решать вопрос по существу. В частности, если нет желания платить региональному оператору, нужно открывать счета на дом. Уже сейчас открывать. Через полгода будет поздно. Сейчас, пока многие играют в политику, мы потеряем время для открытия спечки. Параллельно выясняется, что в Орске большинство домов в так называемом непосредственном управлении. ТСЖ совсем мало, управляющих компаний всего три. На этом фоне люди не понимают, кто и за что берет их деньги и куда они уходят. Сегодня для многих было открытие, что оказывается в городе нет управляющих компаний. И то, что они так себя называют, они таковыми не являются. И я сегодня достаточно серьезно и ответственно заявила, что до 1 мая этого года непосредственно управление в больших домах запрещено будет законодательно. Самое главное, что не доработали все в их власти, это не объяснили, не дошли до каждого дома и не объяснили, что это за закон. Параллельно встрече в юбилейном Орске и отделение левых партий провели митинг с требованием приостановить действия закона о капремонте. Участники митинга вновь собрали подписи против закона, требуя его доработки. По словам орских активистов оппозиционных партий, таких подписей в городе собрано уже около 18 тысяч. Виталий Дерябин, присодействие телекомпании Евразия, Новости дня.